Наши люди на Карибу! Я, Оксана Зейферт, знакомлю вас с творческими магаданцами, которые все свое свободное время посвящают рукоделию. И сегодня гость нашей программы Полина Анисимова. Сама себя она позиционирует в аккаунте в Инстаграм, как создатель самых вкусных ложек и красивых кружек. Полина, прежде чем мы поговорим о вашем увлечении, расскажите немного о себе. Кто вы по профессии и как давно вы в Магадане? Я родилась в поселке Симчан в 60-м году. В Магадан мы переехали 28 лет назад. По профессии я агроном. Работала в совхозе Средниканский. Ну, потом по воле судьбы в городе работы не было. Приходилось работать в разных областях. Последние 8 лет я работала в мэрии. Ну, а кружечками я начала заниматься 4 года назад. Через 2 месяца будет как раз ровно юбилей. Начала я с того, что прилетела с отпуска. Как раз где-то у нас появился WhatsApp. И я попала случайно в группу рукодельниц. Увидела кулунчик Татьяны Лучковской. И мне очень захотелось попробовать. Никогда я не умела ни рисовать, ни лепить. Пошла на мастер-класс. Попала на мастер-класс к Даши Лемаровой. Это здесь в Магадане? Да, это здесь в Магадане все. Вот это была моя первая пироженка на ложечке. Вы, наверное, любитель сладкого. Теперь нельзя сладкое уже. Это была первая моя ложечка. Я потом попала еще к Даше на мастер-класс. Здесь где-то кружечка есть с зайками. Вот это была самая первая моя кружка. И мне очень понравилось. Я захотела. Вначале как-то было тяжеловато. Опыта не было. Все приходилось самой. Инстаграма еще пока не было. Помогала очень сестра под сказками своими. Она все время это исправь, это переделай, это так, это этак. Ну, вот так вот я потихонечку училась, училась. Первые работы свои, конечно, раздаривала. Всех родственников обеспечила кружками, ложками, брошками, браслетиками, колечками, заколками. Ну, море всего. Брелков. Ну, вот лепка, да, это все-таки такая тонкая работа. И нужно иметь, наверное, ловкие пальцы. Ну, да. Если вот впереди посмотреть, там вот малинка лежит. И мороженка наша магаданская. Да, это трудоемко, но мне очень нравится. Я, наоборот, люблю очень все мелкое. Почему-то. Ходила, конечно, я на разные техники. Ходила и на валяния к Наталье Бонченко. И пробовала у Ани Шадриной папье-маше. Вот куколка стоит у меня. И лентами вышивали мы. И на цветы ходила лепка флористических цветочков. Но все равно в душу мне запала именно декор на кружках. Ложки, кружки, брелки, брошки. Вот это мое. Я прям жить без этого не могу. Стою с утра и могу целый день напролет. Вот целый, не отрываясь. Хочется приносить радость. Как-то людям, деткам. Занимаюсь так немножко благотворительностью. Дети приходят, моих подруг. Я всегда обязательно что-нибудь подарю. Увидел кружечку. Бабушка, я хочу такое. Ну, я обязательно. То есть вы охотно делитесь с вами работой? Всем подругам, своим друзьям. Вот сейчас мы собираемся уехать. Уже скоро. И тоже делаю подарки. Стараюсь. Памятные, да. Потом у меня есть группа огородников. Так как я агроном бывший. Я провожу там раз в год по осени. Вот сейчас уже сезон закончился. Я выявляю, комиссию создаю. И мы выявляем, кто занял первое место по своим сборам, урожаям, по цветам. И дарю тоже подарочки. В том году было три кружки, баночка и две ложечки. Девочки очень довольные, счастливые. Призы своими руками, так сказать, благотворить. С благотворительной целью, да? И для того, чтобы поддержать людей. Стараюсь, чтобы приносила, конечно, радость людям. Когда приходит заказчик и получает свое изделие, и видит, что ему это нравится, они прямо улыбаются. У меня много очень фотографий присылают. И говорю, если можно, сфотографируйтесь, если бы понравилось. Конечно, в восторге все, особенно детки. Ну, как-то вот в последнее время у меня пошла детская тематика. Вообще, если заказчик заказывает что-то определенное, я делаю. Например, заказали крабов. Да, я сделала краба на кружке. Это сейчас пошло. Многие уезжают и стараются, чтобы наша морская тематика была. А так, конечно, я люблю очень цветы лепить. Как моя сестра говорит, это твое. Потихонечку дохожу до всего сама. Конечно, что-то дается быстро, а что-то… Видимо, знаете, когда есть способность к творчеству, вот именно творческая натура, поэтому и выходит хорошо. Тем более, вы с таким желанием, вдохновением все это делаете. Да, мне очень нравится. Я прямо вот говорю, когда я начинаю говорить, у меня сразу появляется улыбка, и настроение поднимается. Прямо мне кажется, за счет этого я даже живу. И когда человеку приятное делают, это многое значит. Все зависит. Полин, у вас есть сообщество. Есть чаты в WhatsApp, мастерицы, где обмениваются опытом. А что это за акция, когда вы друг другу дарите подарки? Я участвую… Вообще уже было четыре раза с Санта-Феи. У нас по всей России девочки полимерщицы, там смешанные шитье игрушек, валяния, там много-много направлений. 395 человек. Я второй раз в этом году. Мы собираем посылочки. Я отправляю девочке своей, ну мы зовем их феечки. А она не знает, от кого эта посылка придет. Посылка-сюрприз. Посылка-сюрприз. В этом году у нас рекордные были уже посылки до 8 килограмм. Я свою посылочку… У меня выпала девочка, феечка, в Москве. Я ей отправила посылочку, очень довольная. И получилось у меня несколько таких вот обминов. Очень приятно, конечно. И видеть работы других мастеров. Мы там общаемся. В чате нас 250 человек. Показываем свои работы, помогаем, подсказываем. Очень интересно. Мне нравится. Мне кажется, я бы никогда не смогла сидеть без дела. Все дело вы нашли. Да, сестра знает, что я такой человек, что я всегда в пределе. Полин, спасибо вам за беседу. И я надеюсь, что ваш пример окажется заразительным. И после этой программы у вас появятся новые последователи, единомышленники. И ваше сообщество будет становиться все больше и больше. И будете радовать друг друга интересными работами и посылками, сюрпризами. Это был проект «Наши люди». Все выпуски смотрите на YouTube-канале Корибу ТВ. Впереди много интересного.